Я понимаю, вопрос звучит так, кто я такой? Роджер меня зовут. Я уже пастором как 30 лет, также учитель. У меня три дочери, и они живут так, в Финляндии, Бельгии и Бразилии, каждый из них. Я тоже сейчас живу в Финляндии. В принципе, я родом из Англии. Больше 30 лет я был пастором в Бельгии. И сейчас я также помогаю в различных церквях в Финляндии. И сейчас у меня пять внуков, внучек. Шестой скоро родится. Поэтому семья наша расширяется. Поэтому моя задача на этой неделе помочь вам больше понять лидерство в общине, в церкви. Мы будем различную терминологию использовать. Мы можем говорить о церкви, общине, а также об обществе. И в большинстве случаев будет одно и то же. Как очень часто какие-то слова звучат, и у нас возникают образы в нашем разуме. И нам нужно понять также, у нас вообще правильные образы чего-то, когда какое-то слово звучит. И в это время, на этой неделе, буду описывать некоторую терминологию. Поэтому, независимо от того, какое слово вы используете, вы поймете, что значит это слово с библейской точки зрения. И в отношении лидерства я буду ссылаться на Библию. Есть много чего можно сказать о лидерстве. И у нас есть в наличии 5 дней в неделе. Я попытаюсь покрыть много материала за это время. Также я попытаюсь сделать это более практичным, насколько возможно. Потому что не очень хорошо, кто-то теорию одну разбирает. И вам, вы должны знать, как это используются в практической жизни, в практических ситуациях. Теория — это хорошо. Но практика лучше. Как я сказал раньше, у меня 30 лет практики за плечами. Не уверен даже, сколько мне теорий хватит. Но к концу этой недели мы увидим. Есть определенные принципы, которые мы должны были понять. И также понять, какова роль каждого в этой общей картине. Тора — это основание жизни еврейской и направление вообще. Называется деревом жизни. Поэтому нужно понять, что Слово является жизненным источником любого лидерства. Без Слова, без Духа мы мертвы. Также есть слово на юриде «этса». Это значит «совет». И если взять дерево, то дерево — это символ жизни. Дерево дает жизнь. И Тора, Слово, как дерево, также дает жизнь. Полноценное, полное Слово Божие. И в некоторой мере наши общины, наши церкви и наше общество также должны давать жизнь, источникам жизни служить. И одна из первых ответственностей лидеров заключается в том, чтобы удостовериться, что община служит источником жизни. Поэтому у нас есть дерево, которое должно быть источником жизни. Дерево дает жизнь, также дает питание и стабильность, и тень. Дерево дает тень, питание, питание, питание и стабильность. Тень, питание и стабильность. Эти три вещи, эти три фактора, что понадобятся вам в вашей общине. Тень, защита от солнца, под тенью. Так как солнце может вас обжечь. Так же мы на протяжении недели более глубже рассмотрим это. И так же тень, это форма защиты. Поэтому в общине должна быть защита. И очень часто, подразумевая общину или церковь, я буду использовать слово как общество. Это я так чувствую. Я чувствую, что это самое лучшее употребление слова. И, может быть, позже я потом объясню более подробно, почему. И мы должны быть источником роста и развития. Растет дерево. Живое дерево. Если оно не растет, то оно умирает. Если что-то растет, оно живое. Если не растет, то оно мертво. И это часто, иногда происходит с общинами. И если вы занимаете какую-то лидерскую позицию, то чего вам следует искать и спрашивать, растет ли моя община. Если она не растет, то она мертва. Она может выглядеть как бы живой, но она мертва. И это ключевой момент в лидерстве. Этому я научился на протяжении многих лет. Когда я вижу, что что-то не растет, я знаю, что это мертво. И недолго пройдет времени, как цвет изменится на коричневый цвет, листья опадут. И дерево также будет сухим и мертвым. И это же и произойдет. Поэтому то, что я вам даю как потенциальным лидерам, чтобы вы убедились, что ваша община, и, кроме того, вы сами растете и всегда учитесь. Я вам сказал, что вчера я предпочитаю быть вечным студентом, учеником, чем учитель. Я всегда хочу учиться, я знаю, что всегда есть больше. Я знаю, что Бог хочет больше мне дать. Если вы готовы принять это, то Он даст вам это. Будет постоянный поток, и вы будете расти и развиваться. И для этого нам необходимо направление. Это сам. Это сам. Это сам. Мы нужно направление. Совет нам нужно. И это же мы будем искать на этой неделе. У нас в английском есть два интересных слова. Организация. Организация и организм. Какой будет ваша церковь? Она будет организацией? Или организмом? Какой бы вы хотели? Вариант. Организм. Второй. И знаете, что из-за этого у вас будут возникать больше проблем. В организации существует очень сильная структура. Там есть определенные правила и установления. И очень легко сказать в этом случае это нужно делать так. В случае организма очень отличается все. Он растет, движется и меняется. Это что-то живое. А организация это оно, оно мертво. Организм будь то он или она, всегда живое. И как Библия говорит, что мы живые камни. И сейчас, в настоящий период, я строю дом. Это не каменный дом, это деревянный дом. И как в Бельгии, когда я был в Бельгии, также очень много занимался строительством. Обычный камень, он просто мертв. Сам по себе. И очень легко его поставить где угодно. И там он и останется, где его оставили. Оставили. Но живой камень намного труднее. Поверьте мне, после 30 лет, я знаю, взять эти живые камни, чтобы каждый из них был на правильном месте, не всегда это легко. И вам нужно очень много вспомогающего для этого. И мы не хотим организации, в частности, если говорить, некоторые вещи из организации мы можем использовать. Но что на самом деле мы хотим, стремимся, это организм, который будет двигаться, жить, будет энергичным, наполненным энергией. и это очень трудно контролировать. И нам надо научиться, чтобы не держать все в контроле. община должна быть местом поклонения. Место поклонения. место обучения. Место обучения. общинной жизни. Не следите за ошибками в моем написании. Счастья вы не понимаете, что я пишу. В моей жизни есть две проблемы. One of them is that I am dyslexic. It's like... What is it? Dyslexia means that I have a problem with writing. What is spelling? Yeah. Первое это проблема с лексикой, правильное написание слов. My mind does not accept the rules and regulations. Мой разум не воспринимает все правила грамматики. And the other problem is that my thyroid doesn't work. What? My thyroid does not work. I have a problem with that. But it's okay. Leave that one. But this makes it for me very difficult to... Dyslexia makes it for me very difficult to write. И поэтому для меня очень трудно писать. That's why I most of the time use a computer. Потому я в большинстве случаев использую компьютер. They're very helpful. Очень помогает. There comes a little red line underneath, which tells me it's wrongly spelled. Когда я печатаю, так там появляется красная черточка под словом, и я знаю, что это слово неправильно напечатал. And then I can ask him to correct it. Тогда я прошу компьютер, чтобы он его исправил это слово. община, место поклонения, обучения и общины жизни. Now I'm not going to go into these things deeply right now. This is an introduction. Это просто ведение пока. Это не глубокое изучение. В этом мы будем говорить. И очень часто лидерами становятся те, которые не получили подготовки соответствующей. Now, on the one side, I sometimes think, that that is not so important. And we'll be coming to the reasons for that also during this week. And we'll be coming to the reasons for that also during this week. Тогда нужно это сделать. I certainly read an awful lot about leadership. И я очень много читаю о лидерстве. Не со всеми согласен, что говорят. Но просто интересно узнать образ мышления. И очень часто мы принимаем различные участия в различных аспектах общения. И это означает, что нам потребуются различные дарования, таланты. И в этот момент я хотел бы немножко объяснить мое видение, мое понимание лидерства. Когда я говорю о лидерстве, обычно я сравниваю его с двумя вещами. Первое — это пианино. Второе — это оркестр. Почему я сравниваю лидерство с пианином? Если вы играете на пианином, я не играю. То вы играете по нотам, один за другим, одно за нотой. И вы создадите мелодию. И настоящий пианист он может играть несколько нот в одно и то же время. И поэтому это производит гармонию. И звук будет намного отличаться. Если, допустим, ребенок, первые у него шаги в изучении пианино, то он одну ноту нажимает, вторую ноту, третью ноту так, тыкает, тыкает по клавишам. Но если вы взять концертного пианиста, можно сказать, он будет танцевать по этим всем клавишам. И что создаст что-то очень красивое. Какое отношение это имеет к лидерству? В лидерстве есть различные таланты, различные дары. И вы можете играть, знаете, по этим талантам один, потом второй, потом третий. Один за раз. И если вы сможете только всех их вместе задействовать в одно и то же время, как гармония. В гармонии. Тогда будет что-то намного красивое. Второй вариант, второй пример — это оркестр. Таким же образом, в оркестре есть различные инструменты. И у них у всех есть свои ноты. Но если вы посмотрите на ноты для каждых инструментов, для теми, то вы замечите, что есть разница. Все они играют одну и ту же музыку, произведение, одну и ту же симфонию. Но в различное время они должны вступать и делать свое дело. И когда они все взаимодействуют вместе, работают вместе, это производит, создает эту замечательную оркестровую музыку, которая некоторым из нас нравится. Кому из вас нравится классическая музыка? О, по крайней мере, некоторым из вас. Иногда мне нравится слушать классику, классическую музыку. Некоторые люди просто зевают. Мне нравится классическая музыка. И очень важно понимать это, когда мы изучаем лидерство. Поэтому лидерство может быть похожим на пианино, и мы можем играть на этом пианино как ребенок, либо как концертный пианист. Так же самое и оркестр с хорошим лидером. Так что все инструменты будут играть в различное время, в различные части исполняться. И это создает что-то очень красивое. Поэтому мы сможем понять многое о лидерстве. Но это не так же, как в то же время это отличается от практической части лидерства. И нам нужно это также знать. И мы увидим различные аспекты лидерства. И затем мы начнем видеть, как все это вместе соединить. Для того, чтобы создать что-то, что почтит Бог. И так же это будет назидать людей, будет назидать общину. Вместе мы должны создавать эти рабочие команды. Группы, которые будут различные духовные нужды удовлетворять членов общины. Все это вместе должно работать, если сравнить с бизнесом моды. В то же самое время, чтобы это не стало бизнесом. Бог — Бог порядка. Он не Бог беспорядка. В случае с беспорядком в вашей общине, то Бога нет там. Это также нужно видеть. Если существует беспорядок, отсутствие единства, отсутствие соединения друг с другом, да, существует проблема. И еще одно отличие от бизнеса, в котором нет сердца. И чтобы было сердце, это ключ к хорошей общине. Что ваше сердце должно быть в правильном положении. Во-первых, ваше сердце, но также и сердце самой общины. Существует необходимость, потребность в том, чтобы все были партнерские. Лидерство нелегко. Это я сейчас скажу. Если вы хотите лидерством заниматься правильным образом, то оно будет трудным. Диктаторство легко. Поскольку все будут делать то, что вы хотите. И если они не сделают того, что вы хотите, то вы их пристрелите. Но в церкви вы этого не можете сделать. Я могу сказать, что после 30 лет хотел бы я на такие моменты, чтобы у меня были. Но этого нельзя делать. И нелегко быть лидером. Кто-то слышал о таком человеке? Он очень известный библейский учитель из Англии. Он приехал ко мне в гости. И мы говорили о лидерстве. И он говорит, никогда не занимайся лидерством, не будь лидером в христианской общине. Никогда не занимайся христианским лидерством, если только Бог тебя не принудит к этому. И он очень интересное заявление сделал. Это заявление. Я понял его. поскольку, если не Бог вас помещает на эту должность, эту позицию, вы не выживете. Я видел так много случаев. И я видел так многих, стольких многих, которые так энтузиастично начинали, с множеством хороших намерений. И однако, через год, через два года, они полностью были завершены. конец был для них, поскольку Бог их этого не просил. Это один совет, который я могу вам дать. Если Бог вас не помещает в позицию лидера или не заставляет вас, не идите туда. Это не место веселухи. К сожалению. Но, конечно, есть и хорошие моменты, и об этом мы тоже поговорим. Да. Окей. Congregational leadership или leaders, because of their positions as spiritual leaders are often looked at as the primary or even soul agents of anything that needs to be done. Общиннолидерство или лидеры, как духовные лидеры, часто на них смотрят, как на единственных, единственных центральных агентов или участников какого-то дела. Будьте осторожны. Это может происходить. Часто мне приходилось людей останавливать, чтобы они меня на педестал не возводили. О, ты такой хороший проповедник. О, ты так добр. О, ты такой любящий. И в какой-то момент вы где-то здесь становитесь наверху. Вы должны научиться останавливать это. Если у вас позиция лидера, то на вас лежит ответственность остановить это. очень хорошо принимать комплименты. И мы должны давать комплименты друг другу. Мы должны ободрять друг друга. Но также нужно быть на стаже, чтобы это слишком далеко не зашло. И не стало формой поклонения. Я хочу вам что-то объяснить, но поговорю с Татьяной. И объясню более подробно, что я подразумеваю. идея того, чтобы не ставить себя на педестал или кого-то. Поэтому вы, как потенциальные лидеры, вам нужно знать несколько вещей. И мы еще раз берем некоторые моменты, некоторые темы. Это просто введение. Что может произойти с вами, как в качестве лидера? Вы можете увидеть, что вы изолированы. Люди ожидают, что вы будете идеальными. Я скажу сейчас вам, что вы не идеальны. И они хотят, чтобы вы все исполнили, все сделали. Поэтому вы можете почувствовать очень большую изолированность. И вы даже не знаете, к кому вам обратиться, куда пойти. и вам нужно будет подготовиться, чтобы у вас были люди, к которым вы сможете обратиться и рассказать им свои проблемы, чтобы они смогли дать вам совет, чтобы они смогли помочь вам расти. Все мы нуждаемся в каком-то другом, в каких-то других людях. Иногда придет страх. Мы боимся, будем бояться, признать тот факт, что мы не справляемся со своей должностью. И нам нужно преодолеть этот страх. Нам нужно иметь эту способность обратиться к другим людям, также к Богу. Конечно, первый, к кому мы обращаемся, это Бог. У нас должна быть хорошая молитвенная жизнь и хорошее взаимоотношение с Ним. Если взять общину, то место, где последователи Шо получают питание, вскармливание, заботу, то очень часто у лидеров нет такого места. Питание, где получили питание, заботу, проявление, внимание. И очень важно, как для лидера, очень важно, чтобы вы также нашли такое место, где вас могли бы вскармливать. В наше время существует много различных возможностей. Можем читать книги. Или посещать конференции. Мы можем искать информацию в интернете. И также я могу еще один вам совет дать. Если у вас есть возможность изучать английский, то так и сделайте. Почему я так говорю? Не из-за того, что я англичанин, он говорящий. Я знаю все пороки англичского. Есть так много материала на английском языке, которого нет на других языках. И это может стать ободрением для вас. Поможет вам расти. И то, что может вас скармливать и питать. И это один из основных проблем, которые я вижу у большинства пасторов. В тех странах, где не так много материалов с английского были переведены на их языки. То есть, можно сказать, они недополучают своих витаминов, своего питания. Потому я могу вас поощрять, чтобы вы над своим английским занялись. И то количество материала, которое существует вообще в природе, оно очень большое, оно растет огромными темпами. И если взять мой дом, у нас есть спутниковое крестьянское телевидение. И самые лучшие спикеры и учителя со всего мира, можно увидеть их, смотреть по этому каналу. И всегда этот канал работает почти каждый день. Ну, не всегда мы смотрим этот канал. Но когда мы что-то слышим интересное, часто мы включаем и начинаем смотреть это. Потому что существует очень много материала по этой теме. Также нам следует работать на несколькими моментами, вещами, если мы хотим быть лидерами. Первое – это личное развитие. Первое – над чем нам следует работать. первое – это личное развитие. Первое – это личное развитие. То есть, ваша духовная жизнь, ваша ежедневная молитвенная жизнь. И также все остальное, что имеет отношение к вашим взаимоотношениям с Богом и их росту. Допустим, мы это назовем первое. Первое – это первая сфера. Один из самых первых принципов лидерства – это убедиться в том, что вы сами получаете хорошее питание. Поэтому можно отнести это духовное развитие к речному развитию. Первое – это личное, второе – духовное развитие. Духовное развитие, когда вы учитесь использовать то, что Бог вам дал правильно. Если вы хотите быть эффективными в вашей общине, вы должны понять и использовать правильные принципы. Это процесс развития. И об этом вам следует заботиться. Также вы должны это применять в жизни, на практике. И то, что можно отнести к личному развитию – это понимание лидерства. И также вы должны понимать ваши предрасположенности, ваши предпочтения и то, что вам не нравится. Понимать свои личные ценности, и вообще, правильны ли они вообще. И какова миссия вашей жизни. И также, чтобы вы работали над балансом, баланс между служением и семьей. Так же, чтобы вы понимали динамику власти, power. Да, чтобы вы понимали динамику власти, power. Власть, силу, трансференция. Как делегация. Трансференция – это не точно делегация. Это как быть able to give what you have to someone else. И receive what they have. То есть понимать власть, понимать силу, и так же понимать, как передать другим то, что у вас есть. И так же понимать, как принять от других то, что у них есть. Какие выходы у нас много времени? Time up? Да, let's take a break. Да, окей. Мы будем take a break at this point. Да. Теперь это будет сейчас. Продолжение следует...